Итак, на прошлой лекции я рассказывал теорему, которая почитается за очень важного. Почитается за очень важного, она и в самом деле такая важная. Она там всюду, везде используется, и она носит такой общий характер. Не то, что она… Вот, и поэтому я ее повторю. Считается так, что вот у нас есть функция f от x и y, есть уравнение f от x и y равно 0. Ну, это стандартная ситуация, когда у нас f от x и y равно 0, и мы решаем уравнение, пытаемся выразить из уравнения x через y или y через x. Вот мы считаем, что y, оно из пространства y, которое равно rm, rn, x у нас из пространства x, которое есть rm, и уравнение у нас само, вот этот 0 сам, он принадлежит, он такой же размерности, как и y. Я пишу все время, здесь стараюсь писать такие значения, ну в смысле, как обычно пишут функцию многих переменных, берут x1, x2, x3, xn, а я стараюсь писать покороче, но на самом деле мы в голове у себя понимаем, что это у нас система, в ней есть n уравнений, ну потому что у нас вот этот 0, он у нас из rn, и у нас есть в каждом уравнении есть x, которые mx и ny. И кроме того, у нас в этом уравнении есть точка x0, y0, ну какой-то набор x, которые y0, решают это уравнение. Мы смотрим, что у нас будет в окрестности точки x0, y0. Так вот, оказывается, что если производная f' по y в этой самой точке x0, y0, это у нас, соответственно, производная отображения f по переменной y. То есть это на самом деле квадратная матрица якоби. У нас f принадлежит rn, и y тоже n, матрица якоби будет квадратная. Так вот, если она не просто квадратная, а она еще и обратимая, то при формальных условиях непрерывности f должно быть непрерывно, и вот это самое f' по y, если они непрерывны в некоторой окрестности точки x0, y0, то тогда можно взять и выразить y через x. Прямо единственным образом. То есть существует единственная такая функция непрерывная, y равная f от x, такая, что y0 равно f от x0, и что, причем если y мы и x берем близкие к точке x0, y0, то тогда это прям единственная функция. И я рассказывал на прошлой лекции о том, как это берется и делается с помощью метода сжимающих отображений. Я доказал такую чуть-чуть более общую теорему о параметрическом, так называемом, варианте метода сжимающих отображений. И это точная копия, когда m равно единице, n равно единице, то мы совсем по-другому. В декабре я вам рассказывал это все там через монотонность, через то все. Я тут... И я вот доказательство кончил, и на этом лекция закончилась. А теперь я буду говорить всякие слова дальше. Во-первых, я хочу сказать, что если у нас вот этот вот обратимый оператор, то есть тот, который внутри, у нас матрица и Коби, прям при перефиксированных x0 и y0, если линейный оператор, который порождается этой матрицей, матрица и Коби возникает только если мы базис выбрали, тогда у нас x и y дадут нам матрицу. Если у нас вот этот x, это есть x1, x2, m координат, а y это соответствующее количество координат, и это f, это есть функция f1, f2, то тогда можно взять и это написать как матрицу и Коби. Но если у нас вот эта обратимая матрица, то все соседние матрицы, соседние матрицы, это значит вот такие матрицы, то есть та же матрица, производная-то по тому же y, по тому же набору переменных мы дифференцируем, только берем уже не в точке x0, y0, ну а рядом где угодно, то тогда тоже будет она обратимая. И будет она обратимая по простым соображениям. Так как у нас, я предполагаю, что это непрерывная величина, значит это у нас квадратная матрица, мы так матрица и Коби, что означает, что она обратимая? Ну понятное дело, что у нее определитель отличный от нуля. Это вы как бы должны хорошо знать. А тогда раз у нас определитель отличный от нуля, он же тоже непрерывная функция будет от своих элементов матрицы. Ну то значит, соответственно, при близких значениях x и y, у нас все эти частные производные тоже будут близенькие к элементам вот этой матрицы. И поэтому у нас все эти матрицы вот во всей этой окрестности, они все будут отличны от нуля. То есть определитель будет отличный от нуля. И вот эта вот штука будет обратима при всех достаточно близких к x0, y0 в значениях x и y. Вообще, я, вот эта вот теорема неявной функции, она локальная. Вот слово локальная теорема означает следующее, что если у нас, что у нас всегда, вот у нас есть точки x0, y0, а потом всегда существует такая достаточно малая окрестность, что дальше какое-то утверждение. Тогда это локальное утверждение. Потому что если мы начнем рисовать, не рисовать, а точки x и y искать, которые удовлетворяют этому уравнению, ну вы знаете, что уравнение, ну там хотя бы какое-нибудь квадратное уравнение, и уже может получиться что угодно. Уже могут получиться две ветви гиперболы, да, а может быть получиться вообще одна единственная точка, если мы напишем уравнение x2 плюс y2 равно нулю, то прямо одна единственная точка. Ну или какая-то замкнутая кривая, это уж совсем естественный случай для того, чтобы... То есть глобально найти все x и y такие, что это сложная другая задача. Вот то, что я рассказывал, это локальная задача. Как в окрестности одного решения увидеть, что существует этих решений не просто много, а прям вот функции, что можно взять и y выразить через x. Это первый тезис. Второй тезис такой. Я доказывал все это с помощью методов сжимающих отображений. Вообще бывают еще куча разных доказательств. Бывают доказательства страниц на 10 примерно, потому что там нигде не написаны буквы x и y, а всюду написано x1 и задали xm, y равно y1 и задали ym. Функции их тоже n штук. И получается огромные громоздки и доказательства по индукции проходят. И это в старых учебниках по матанализу прямо вот реально, и оно получается не просто громоздкое, а прямо вот... Я его никогда не мог таким выучить, во всяком случае. Но я, слава богу, спросил у умных людей, ну, когда я был студентом, мне сказали, что это не надо читать, не надо читать, а надо увидеть, что это вот на самом деле сжимающее отображение нам все дают. Вот. Но бывают еще разные, такие современные вполне и красивые методы. Например, это в Зоричи, я, правда, не написал, на страничку такое доказательство. Берем... Вот у нас есть уравнение, это самое, f от xy равно 0. Мы берем... И такое уравнение. Норму f от xy, да еще в квадрате, а норму мы возьмем здесь, я вот ее специально так напишу, иначе это rn происходит, а норму, прямо вот сумму квадратов, компонент простую возьмем. И это пусть у нас будет некая функция, такая, c от xy. Понятное дело, что эта функция, она вообще всюду больше либо равна нулю, правда? Так вот, оказывается, можно сделать следующее. Можно взять... А примерно, ну, у нас вот f от xy, у нее... Ну, вот мы тут написали, что есть f штрих по y обратимо. Это означает, что линейные члены, которые, ну, как у нас в точке x0, y0, значение само равно нулю, потому что мы так предполагали, что f от x0, y0, ну, вот это вот, что это равно нулю. А линейные члены невырождены, невырождены, это вот это вот условие, есть невырожденность линейных членов. Ну, потом будут квадратичные члены, ну, как обычно, в ряду Тейлора, я сегодня закончу лекцию, а формулой Тейлора, ну, а сейчас пока, ну, как-то мы же представляем себе, что у нас есть, берем эту функцию, у нее есть в окрестностях нуля, ну, у нее есть константа, потом есть линейные члены, потом квадратичные члены. Вроде это, ну, так как бы естественно звучит. Поэтому, когда мы в квадрат войдем, ну, какие-то квадратичные слагаемые. Ну, квадратичные слагаемые, у квадратичных слагаемых, понятное дело, то есть что-то вроде таких вот парабол. Ну, только все в бесконечно мерном пространстве, поэтому я могу только так вот руками макать, а нарисовать картинку я все равно не могу. Но получается такая вещь, что у параболки такой, у нее есть минимум. Но тут нужно как-то правильно брать минимумы, и нужно взять и доказать, что вот этой вот функции, ну, грубо говоря, при каждом х будет минимум, причем минимум не просто так, а в котором у нас все это дело обратится в ноль, ну, какие-то специальные методы, такой специальный называется вариационный подход. И вот с помощью минимизации вот такого функционала можно тоже доказать теорему неявной функции. Вообще метод, который называется вариационный метод, он используется и работает в куче разных других мест. Нужно правильный функционал такой написать, ну, функцию правильную написать, такую, что все ее критические точки, ну, точки, в которых все производные равны нулю, что они будут вот решением какой-то задачи. Ну и тогда, а то, что вот эти критические точки существуют, ну, это вот как посчитать надо или что-нибудь в этом духе. В общем, бывает вариационный метод. Больше я не знаю никаких таких разумных, хороших методов для доказательства этой теоремы, но знаю точно, что есть неразумные. Теперь следующий вопрос. А что у нас будет вообще, если наша функция f линейная функция? Ну, что такое линейная функция? Это значит, что у нас есть функция f от x и от y. Это означает, что, во-первых, у нас есть по-прежнему n уравнений, да, потом у нас будет стоять матрица, как она у меня тут обозначена, а, вот наше уравнение, это будет уравнение такое, ах плюс by равно нулю. Ну, а, это матрица не квадратная, это матрица, применяемая к вектору из r и m, ну, а, значит, у нее, соответственно, m, чего там, столбцом или строк, а другое измерение равно n, ну, потому что у нас, то есть, и b от y, b это квадратная матрица. И, ну, то есть мы взяли вот эту вот систему уравнений, которую написали, ну, прям вот часть переменных отложили, это у нас будет ax, а другая часть квадратная, это будет by, ну, и равно нулю. Ну, мы же знаем такое уравнение, когда мы его можем решить, когда мы можем выразить y через x. Ну, понятное дело, если у нас b в минус первой существует, то y равняется b в минус, минус b в минус первой на а. Ну, прям взяли, перенесли, что? ax, да. Ну, прям перенесли в другую сторону, взяли, посчитали, ну, как бы все просто. То есть, вот линейная задача, она прям вот сводится, вот она прям вот, как если у нас, ну, вот эта вот матрица, вот эта вот матрица, если она обратима, то тогда у нас y выражается через x. Ну, а в линейном случае, понятное дело, что и формула будет простейшая. Теперь я сейчас, вот это я написал, а я к вот этому вот вернусь. Я насчитал, что у нас есть функция y равная f от x. И ни слова не сказал про то, что она имеет или не имеет производность. Оказывается, что если у нас функция f дифференцируема не только по y, а еще существует, ну, я напишу так, f' по x, и тоже непрерывно, и тоже в окрестности точки x0, y0, то тогда у нас, во-первых, вот эта функция будет дифференцируемая, ну, соответственно, по x, и при этом эта самая производная, f' будет равна минус, здесь будет стоять, f' по y от xy в минус первой степени и на f' по x от x, только здесь не y, а здесь f от x. А здесь тоже нужно написать f от x. Значит, f' это, соответственно, матрица из rm в rn, ну, а здесь матрица, соответственно, эта матрица из rm в rn, а эта матрица будет, соответственно, из rn в rn, и это все вместе будет по размерностям все хорошо. А там f, которая на f, вот прямо вот эта вот функция, f от x. то есть мы даже должны потом подставить. вот здесь f маленькая, здесь f большой, да, здесь f большой, конечно, правильно. Вот. Значит, во-первых, как это запомнить? формула все-таки довольно достаточно громоздкий вид имеет. Во-первых, ее можно запомнить, вот ровно вот она имеет вид такой, как в линейном случае. У нас есть тот же самый минус, у нас есть вот эта матрица b в минус первой степени, а это вот есть та самая матрица а, которая здесь. Потому что, если у нас функция f от x, y линейная, то как раз производная по x, это будет а вот здесь, а производная по y будет b. Во всех точках она постоянная такая. Во-первых, можно так запомнить. Во-вторых, можно запомнить следующим образом. Вот я-то сказал, что у нас существует производная по x, и она непрерывная. И существует производная по y, и она непрерывная. Тогда из вот этого и из вот этого следует, что вообще-то f она просто дифференцируемая функция двух переменных x и y. То есть на самом деле f от, ну то есть на самом деле вот это вот равенство мы можем взять и продифференцировать. Производная нуля, она будет ноль, а производная функции f от x, y это будет f штрих по y. Ну я напишу от x, y, потому что мы еще пока до f не добрались. Умножить на x, на y, минус y, ноль, плюс f штрих по x от x, y, на x, минус x, ноль. Ну и плюс всякие o маленькие от этого и от вот этого. Это я сказал, что, во-первых, у нас функция f дифференцируема, если она непрерывно дифференцируемая, если у нее все частные производные существуют и непрерывные. Такая была прям теорема, что если у нас функция была, и у нее были частные производные были непрерывные, то функция была дифференцирована. Значит, это равенство можно продифференцировать и получить вот такое вот. Ну а теперь, если мы возьмем и напишем, что y минус y, ноль, получится, значит, мы перенесем в другую сторону, умножим это все на вот это в минус первой степени. У нас как раз получится f штрих от y на x, y, здесь у нас получится в минус первой степени, потом это мы переносили в ту сторону, поэтому минус возникнет, ну а здесь получится f штрих по x на x, y, ну тут у нас, конечно, стоит x минус x, ноль, а тут бесконечно малые все члены. Ну а это и означает, потому что y-то у нас как раз и есть, f от x. То есть, если у нас, мы считаем вот эту вот производную на тех y, которые равны f от x, то получится как раз вот такая формула. Это я все, что говорил, это была чистая агитация. Но просто для того, чтобы вот эту формулу запомнить, ее, это значит, что мы просто взяли вот эту формулу, продифференцировали, ну потом отбросили, малые члены выбросили, ну и как раз получим ответ. Ну только вместо y нужно везде поставить f от x. Здесь у нас будет приращение f от x, здесь будет стоять f от x минус f от x, ноль, вот это вот у нас, f от x минус f от x, ноль, равняется вот эти вот произведения этих двух матриц, примененные к вектору x минус x, ноль, и бесконечно малое какого-то там порядка. То есть это, я говорю, как запомнить формулу для производной. У нас в одномире... Красиво стучит. Итак, на прошлой лекции я рассказывал теорему, которая почитается за очень важного. Почитается за очень важного, это... Она и в самом деле такая важная. Она там всюду, везде используется, и она носит такой общий характер. Не то, что она... Вот. И поэтому я ее повторю. Считается так, что вот у нас есть функция f от x и y. Есть уравнение f от x и y равно 0. Ну, это стандартная ситуация, когда у нас f от x и y равно 0, и мы решаем уравнение, пытаемся выразить из уравнения x через y или y через x. Вот мы считаем, что y, оно из пространства y, которое равно rm, rn, x у нас из пространства x, которое есть rm, и уравнение у нас само, вот этот 0 сам, он принадлежит такой же размерности, как и y. Я пишу все время, здесь стараюсь писать такие значения, ну, в смысле, как обычно пишу функцию многих переменных, берут x1, x2, x3, xn, а я стараюсь писать покороче, но на самом деле мы в голове у себя понимаем, что это у нас система, в ней есть n уравнений, ну, потому что у нас вот этот 0, он у нас из rn, и у нас есть в каждом уравнении есть x, которые mx и ny. и кроме того, у нас в этом уравнении есть точка x0, y0, ну, какой-то набор x, которые y0, решают это уравнение, мы смотрим, что у нас будет в окрестности точки x0, y0. Так вот, оказывается, что если производная f' по y в этой самой точке x0, y0, это у нас, соответственно, производная отображения f по переменной y. То есть это на самом деле квадратная матрица якоби. У нас f принадлежит rn, и y тоже n, матрица якоби будет квадратная. Так вот, если она не просто квадратная, а она еще и обратимая, то при формальных условиях непрерывности f должно быть непрерывно, и вот это самое f' по y, если они непрерывны в некоторой окрестности точки x0, y0, то тогда можно взять и выразить y через x. Прямо единственным образом. То есть существует единственная такая функция непрерывная y равна f от x. Такая, что y0 равно f от x0, и что причем если y и x берем близкие к точке x0, y0, то тогда это прям единственная функция. И я рассказывал на прошлой лекции о том, как это берется и делается с помощью метода сжимающих отображений. Я доказал такую чуть-чуть более общую теорему о параметрическом так называемом варианте метода сжимающих отображений. И это точная копия, когда m равно единице и n равно единице, то мы совсем по-другому. В декабре я вам рассказывал это все через монотонность, через то все. Я тут и я доказательство кончил и на этом лекция закончилась. А теперь я буду говорить всякие слова дальше. Во-первых, я хочу сказать, что если у нас вот это обратимый оператор, то есть тот, который внутри матрицы и коби, при перификсированных х0 и у0. Если линейный оператор, который порождается этой матрицей, матрица и коби возникает только если мы базис выбрали, тогда у нас х и у дадут нам матрицу, если у нас вот этот х, это есть х1, х2, m координат, а у это соответствующее количество координат, и это f, это есть функция f1, f2, то тогда можно взять и это написать как матрицу и коби. Но если у нас вот эта обратимая матрица, то все соседние матрицы, соседние матрицы, это значит вот такие матрицы, то есть та же матрица производная это по тому же у, по тому же набору переменных мы дифференцируем, только берем уже не в точке x0, y0, ну а рядом где угодно, то тогда тоже будет она обратимая, и будет она обратимая по простым соображениям, так как у нас я предполагаю, что это непрерывная величина, значит это у нас квадратная матрица, мы так матрица и коби, что означает, что она обратимая, ну понятное дело, что у нее определитель отличный от нуля, это вы как бы должны хорошо знать, а тогда раз у нас определитель отличный от нуля, он же тоже непрерывная функция будет от своих элементов матрицы, ну то значит соответственно при близких значениях x и y у нас все эти частные производные тоже будут близенькие к элементам вот этой матрицы, и поэтому у нас все эти матрицы вот во всей этой окрестности, они все будут отличные от нуля, то есть определители будут отличные от нуля, и вот эта вот штука будет обратима при всех достаточно близких к x 0, y 0 значениях x и y вообще я вот эта вот теорема неявной функции она локальная вот слово локальная теорема означает следующее, что если у нас что у нас всегда вот у нас есть точки x 0, y 0 а потом всегда существует такая достаточно малая окрестность что дальше какое-то утверждение тогда это локальное утверждение потому что если мы начнем рисовать не рисовать а точки x и y искать которые удовлетворяют этому уравнению ну вы знаете что уравнение ну там хотя бы какое-нибудь квадратное уравнение и уже может получиться что угодно уже могут получиться две ветви гиперболы а может быть получится вообще одна единственная точка если мы напишем уравнение x квадрат плюс y квадрат равно нулю то прямо одна единственная точка ну или какая-то замкнутая кривая это уж совсем естественный случай для того чтобы то есть глобально найти все x и y такие что это сложная другая задача вот то что я рассказывал это локальная задача как в окрестности одного решения увидеть что существует этих решений не просто много а прям вот функцию можно взять и y выразить через x это первый тезис второй тезис такой я доказывал все это с помощью методов сжимающих отображений вообще бывают еще куча разных доказательств бывает доказательств страниц на 10 примерно потому что там нигде не написаны буквы x и y а всюду написано x1 задали xm y равно y1 задали ym функции их тоже n штук и получаются огромные громоздкие и доказательства по индукции проходят и это в старых учебниках по матанализу прямо вот реально и оно получается не просто громоздкое а прямо вот я его никогда не мог таким выучить во всяком случае но я слава богу спросил у умных людей ну когда я был студентом мне сказали что это не надо читать не надо читать а надо увидеть что это вот на самом деле сжимающее отображение нам все дают вот но бывают еще разные такие современные вполне и красивые методы например это в зоричи я правда не написал на страничку такое доказательство берем вот у нас есть уравнение это самое f от x y равно нулю мы берем такое уравнение норму f от x y да еще в квадрате а норму мы возьмем здесь я вот ее специально так ее напишу и значит это rn происходит а норму прям вот сумму квадратов компонент простую возьмем и это пусть у нас будет некая функция такая c от x y понятное дело что эта функция она вообще всюду больше либо равна нулю правда так вот оказывается можно сделать следующее можно взять а примерно ну у нас вот f от x y у нее ну вот мы тут написали что есть f штрих по y обратим это означает что линейные члены которые ну как у нас в точке x 0 y 0 значение само равно нулю потому что мы так предполагали что f от x 0 y 0 ну вот это вот что это равно нулю а линейные члены не вырождены не вырождены это вот это вот условие есть невырожденности линейных членов ну потом будут квадратичные члены ну как обычно в ряду Тейлора я сегодня закончу лекцию а формулы Тейлора ну а сейчас пока ну как-то может представлять себе что у нас есть берем эту функцию у нее есть в окрестности нуля ну у нее есть константа потом есть линейные члены потом квадратичные члены вроде это ну так как бы естественно звучит поэтому когда мы в квадрат идем какие-то квадратичные слагаемые ну квадратичные слагаемые у квадратичных слагаемых понятное дело то есть что-то вроде таких вот парабол ну только все в бесконечномерном пространстве поэтому я могу только так вот руками макать а нарисовать картинку я все равно не могу но получается такая вещь что у параболки такой у нее есть минимум но тут нужно как-то правильно брать минимумы и нужно взять и доказать что у вот этой вот функции ну грубо говоря при каждом иксе будет минимум причем минимум не просто так а в котором у нас все это дело обратится в ноль ну какие-то специальные методы такой специальный называется вариационный подход и вот с помощью минимизации вот такого функционала можно тоже доказать теорему неявной функции вообще метод который называется вариационный метод он используется и работает в кучу разных других мест нужно правильный функционал такой написать ну функцию правильную написать такую что все ее критические точки ну точки в которых все производные равны нулю что они будут вот решением какой-то задачи ну и тогда а то что вот эти критические точки существуют ну это вот как посчитать надо или что-нибудь в этом в общем бывает вариационный метод больше я не знаю никаких таких разумных хороших методов для доказательства этой теоремы но знаю точно что есть неразумные теперь следующий вопрос а что у нас будет вообще если наша функция линейная функция ну что такое линейная функция это значит что у нас есть функция f от вот от x и от y это означает что во-первых у нас есть по-прежнему n уравнений да потом у нас будет стоять матрица как она у меня тут обозначена а наше уравнение это будет уравнение такое а x плюс b y равно нулю ну а а это матрица не квадратная это матрица применяемая к вектору из r и m ну а значит у нее соответственно m чего там столбцом или строк а другое измерение равно n ну потому что у нас то есть и b от y b это квадратная матрица и ну то есть мы взяли вот эту вот систему уравнений которую написали ну прям вот часть переменных отложили это у нас будет а x а другая часть квадратная это будет b y ну и равно нулю ну мы же знаем такое уравнение когда мы его можем решить когда мы можем выразить y через x ну понятное дело если у нас b в минус первой существует то y равняется b в минус минус b в минус первой на а ну прям взяли перенесли что а x да ну прям перенесли в другую сторону взяли посчитали ну как бы все просто то есть вот линейная задача она прям вот сводится вот вот она прям вот как если у нас ну вот это вот матрица вот эта вот матрица если она обратима то тогда у нас у выражается через x ну а в линейном случае понятное дело что и формула будет простейшая теперь я сейчас вот это я написал а я к вот этому вот вернусь я насчитал что у нас есть функция y равная f от x и ни слова не сказал про то что она имеет или не имеет производную оказывается что если у нас функция f дифференцируема не только по y а еще существует ну я напишу так f штрих по x и тоже непрерывная и тоже в окрестности точки x0 y0 то тогда у нас во первых вот эта функция будет дифференцируемая соответственно по x и при этом эта самая производная f штрих будет равна минус здесь будет стоять f штрих по y от x y в минус первой степени и на f штрих по x от x только здесь y а здесь f от x а здесь тоже нужно написать f от x значит f штрих это соответственно матрица из rm в rn ну а здесь матрица соответственно эта матрица из rm в rn а эта матрица будет соответственно из rn в rn и это все вместе будет по размерностям все хорошо вот прямо вот эта вот функция f от x то есть мы должны потом подставить ну у меня вот здесь f маленькая здесь f большой да здесь f большой конечно правильно вот значит во-первых как это запомнить ну формула все-таки довольно достаточно громоздкий вид имеет во-первых ее можно запомнить вот ровно вот она имеет вид такой как в линейном случае у нас есть тот же самый минус у нас есть вот эта матрица b в минус первой степени а это вот есть та самая матрица а которая здесь потому что если у нас функция f от x y линейная то как раз производная по x это будет а вот здесь а производная по y будет b во всех точках она постоянная такая во-первых можно так запомнить во-вторых можно запомнить следующим образом вот я сказал что у нас существует производная по x и она непрерывная и существует производная по y и она непрерывная тогда из вот этого и из вот этого следует, что вообще-то f, она просто дифференцируемая функция двух переменных x и y. То есть на самом деле f от, ну то есть на самом деле вот это вот равенство мы можем взять и продифференцировать. Производная нуля, она будет 0, а производная функции f от x, y это будет f штрих по y. Я напишу от x, y, потому что мы еще пока до f не добрались. Умножить на x на y минус y 0 плюс f штрих по x от x, y на x минус x 0. Ну и плюс всякие о маленькие от этого и от вот этого. Это я сказал, что во-первых у нас функция f дифференцируема. Если она непрерывно дифференцируемая, если у нее все частные производные существуют и непрерывные. Такая была прям теорема, что если у нас функция была, и у нее были частные производные были непрерывные, то функция была дифференцирована. Значит это равенство можно продифференцировать и получить вот такое вот. Ну а теперь если мы возьмем и напишем, что y минус y 0 получится, значит мы перенесем в другую сторону. Умножим это все на вот это в минус первой степени. У нас как раз получится f штрих от y на x, y. Здесь у нас получится в минус первой степени, потом это мы переносили в ту сторону, поэтому минус возникнет. Ну а здесь получится f штрих по x на x, y. Ну тут у нас конечно стоит x минус x 0, а тут бесконечно малые все члены. Ну а это и означает, потому что y-то у нас как раз и есть, f от x. То есть если у нас мы считаем вот эту вот производную на тех y, которые равны f от x, то получится как раз вот такая формула. Это я все что говорил, это была чистая агитация. Но просто для того, чтобы вот эту формулу запомнить, это значит, что мы просто взяли вот эту формулу, продифференцировали, ну потом отбросили малые члены, выбросили, ну и как раз получим ответ. Ну только вместо y нужно везде поставить f от x. Здесь у нас будет приращение f от x. Здесь будет стоять f от x минус f от x 0. Вот это вот у нас f от x минус f от x 0 равняется вот эти вот произведения этих двух матриц, примененные к вектору x минус x 0 и бесконечно малые какого-то там порядка. То есть это, я говорю, как запомнить формулу для производной. У нас в одномерном случае она была такая же, только вместо минус первой обратной матрицы там стояла единица, деленная на. Вот. Ну а можно это все аккуратненько взять и доказать формально. Формально, значит, как мы возьмем, скажем, мы скажем, что вот у нас 0. Он у нас равен f от x плюс h f от x плюс h минус f от x минус f от x и f маленькая от x. Это у нас 0, вообще говоря, и это у нас 0, вообще говоря. Ну потому что у нас функция f от x плюс h, это в точности равно, вот это есть вот решение уравнения f от x и y равно 0. Поэтому это прямо тождество. Теперь я тут сразу же добавлю и отниму. Я добавлял и отнимал, я вычитал f от x f от x плюс h и вычитал f от x f от x плюс h. Теперь я беру вот это вот слагаемое. А? Ну да, значит, надо где-то записать плюс. Значит, вот это минус вот это. Это что такое будет? Это будет f штрих по x в некоторой точке промежуточной Нет, не в промежуточной. Я прям вот так напишу. Ну, наверное, тут нужно воспользоваться какой-нибудь формулой. Давайте я напишу сначала, а потом здесь f от x плюс h применить эту матрицу к h. Это я взял вот эти вот и сказал, что у нас, так как у нас функция f дифференцируемая, то всегда вот это вот. И здесь еще будет у маленькая от h. И теперь нужно взять еще из вот этого вычесть вот этого. Точнее говоря, из вот этого вычесть вот это. Это у нас будет f штрих по y от x f от x применить к f от x плюс h минус f от x ну и плюс o маленькое от f от x плюс h минус f от x. Теперь мы возьмем и скажем, что значит, вот это вот у нас получился ноль. Значит, здесь вот поскольку f от x плюс h функция вообще непрерывная, то поэтому вот то, что я вот здесь напишу, я заменю на f штрих от x а здесь напишу x на f от x к h применить. Это минус это это у маленькая от h потому что одно h здесь ну а кроме того вот это минус вот это это маленькое число. Потому что внешняя функция непрерывно, внутренняя непрерывно, f мы ее такой строили по теореме явной функции. Ну, значит, это получится тоже у маленькая от h. Поэтому я вместо вот этого сразу напишу вот такое. Ну, теперь мы возьмем и опять напишем, что вот это давайте я вот сюда вот так спущу. То есть у нас получается, что f от x плюс h минус f от x мы перенесем в другую сторону умножим на вот значит, получится равно минус f штрих от y x f от x в минус первой степени вот я перенес вот это вот сюда где 0 и потом на вот эту вот матрицу обратную помножил получится плюс применить к вот этой матрице это будет как раз f штрих по x x на f от x и применить к h и будет еще o маленькое от h и прибавить o маленькое от f минус f это вот это f минус вот это f ну вот вот прямо o маленькое от вот этого ну теперь если мы смотрим и h начинаем стремить к нулю то у нас во-первых получается что вот эта вот штука которая здесь что это есть вообще-то o большое от h то есть если мы h будем стремить к нулю то у нас это просто какая-то матрица она там непрерывная ну то есть это какое-то норма этой матрицы будет какое-то число норма этой матрицы будет какое-то число то есть вот это вот меньше либо равно какое-то число на h плюс o маленькое от h плюс o маленькое от вот этого числа ну следовательно она меньше чем любой эпсилон на вот это число. Ну и у нас получится, что вот это это и есть О большой от H. Ну а раз это есть О большой от H, то тогда у нас мы здесь вместо вот этого можно написать тоже О маленькое от H. Потому что у нас вот здесь стоит H, правда? А к нему применяются две матрицы, ну обычные линейные матрицы ограничены. Они там, конечно, зависят от какого виду Х, но в бесконечность они не могут, их нормы уползти не могут. Мы все перейдем в левую, с левую у нас умалывает. Нет, вот эта вот величина меньше либо равно норма вот этой матрицы умножить на H. Ну? А почему таки О малое от F-H? Ну потому что О малое от F-H это означает, что если H маленькая, то вот эта штучка меньше, чем вот эта штучка меньше, чем эпсилон умножить на вот эту штучку, да? Да. Ну, в чего? Значит, у нас получилось, что вот это, вот это вот, меньше либо равно какая-то константа на норму H, да? плюс эпсилон, маленькая, меньше, чем единица, на норму F-F. Ну, теперь перенесем вот это эпсилон в эту сторону, да? И теперь разделим здесь на единица минус Эйца. И получится у нас, что вот из этой формулы, которая последняя я написал, что из нее сразу две вещи вытекают. Во-первых, вытекает, что вот это вот не очень понятная на первый взгляд вот эта штука, что она на самом деле может быть, конечно, и маленькая, но она уже, в любом случае, не больше, чем О от H. Ну, а тогда сразу получается просто явное определение дифференцируемости. Приращение функции есть линейная часть плюс бесконечно малое и более высокого порядка. И это, во-первых, есть вот то, что я сказал, это я доказал, что один раз можно дифференцировать функцию. Теперь я буду сейчас опять агитацию разводить. Смотрите, вот у нас написано, что функция F' это и есть минус F' по Y X F от X вот это вот в минус первой здесь F' Y X F от X. Это я доказал такую формулу. Теперь посмотрите на эту формулу. Значит, допустим, что у нас я теперь хочу второй раз ее дифференцировать. Ну, что такое второй раз дифференцирование? Это как бы вопрос темный. Ну, допустим, что мы тут напишем, что вот эта вот функция F' от X, ну, у нее же есть координаты F1, F2, там, Fn. Ну, мы хотим частную производную для начала найти. Так посмотрите, у нас вот эта функция дифференцируемая, это мы только что доказали, вот эта функция дифференцируемая, это мы, да, F1. Где я? Вот последний, чтобы вычеркнули. X, конечно. Вот, то есть что получается? Что у нас, если мы предположим, что вот у этой функции есть еще частная производная, еще одна, то значит, мы можем взять и посчитать еще, то есть не просто есть одна, допустим, что у нас есть у вот этой производной и у этой производной есть еще все частные производные, то тогда и обратную, то есть, то тогда все вот эти вот штуки можно еще раз взять и продифференцировать. То есть можно взять функцию F' и ее продифференцировать еще раз. Но у нас здесь будет очень громоздкая формула, даже если мы ее там постараемся писать для размерности там типа 2 на 2, получится громоздкая формула. Я надеюсь, что у вас на семинаре что-то такое будет. Ну а тут понятное дело, ну вот у вас вот эта функция, ее можно продифференцировать, мы предположим, что у нее есть вторые частные производные. Ну и эта функция, мы знаем, что она дифференцированная, поэтому можно дифференцировать сложную функцию и можно дифференцировать еще раз. Поэтому я потом ну немножечко, немножечко, это не я, выстрелила. Вот, значит, смотрите, мы будем говорить, что функция f, функция f, неважно в данной ситуации, любая, любое отображение, ну вот функция, что функция f принадлежит cp, где p это целое число, если у этой функции, ну или если это было отображение, значит, у этого отображения, есть непрерывные p штук, все, какие только могут быть, частная производная. И это так, такое стандартное обозначение. Я потом немножко сейчас поговорю, почему вот нужно, ну нужно, откуда взялись частные производные. Я так старательно их избегал в основной теореме. Я все время хотел, чтобы не было вот этих вот x1, x2, а здесь вот приходится в определении давать это частное производное. Так вот, стандартная формулировка, которую вы найдете где угодно, она звучит так. Пусть у вас есть отображение f, и пусть ваше это отображение f в некоторой точке x0, y0, оно обращается в 0, и пусть у нас это f, принадлежит p раз непрерывно дифференцируемо по всем перефектам компоненты отображения f, дифференцируемы по всем x, и по всем y. Пусть у нас выполнены условия теоремы о неявной функции, о том, что f' трех по y вот в нашей точке x0, y0 существует вот такое отображение, то есть обратимое. Тогда в некоторой окрестности точки x0, y0 у нас y равняется f от x, причем f тоже имеет столько же производных вот p штук, сколько и здесь. Я эту теорему доказывать не буду, она громоздкая, поскольку что такое вторая производная, третья производная отображение, я про это немножко скажу, но ну прям вот через какое-то время, ну давайте даже сейчас скажу. Ну вот смотрите, что такое, мы как-то привыкли к чему, что вторая производная, это производная от первой производной, правда? И так было очень хорошо, пока функции у нас были обычные скалярные функции, а как только у нас функции становятся не скалярные, а это все вектора становятся, сразу возникают проблемы. Вот у нас была функция, этого всего нет, я просто как бы комментирую, что такое вторая производная от функции. Вот у нас была функция f от x, она у нас была из rm в rm это было отображение такое. Вот мы взяли некую точку x и в ней посчитали матрицу и коби, то есть мы взяли в ней дифференциал f штрих от x. Так этот f штрих от x, вот это если его считать как функция, то есть если мы считаем, что при каждом x у нас будет матрица из частных производных, да, в соответствующем касательном пространстве это будет линейное отображение, то тогда вот эта вот штука при каждом x, это у нас отображение из rm в rm. Здесь на самом деле может быть нужно говорить сразу про касательные, но то есть производная это уже матрица, правильно? Тогда вторая производная вторая производная f2 штриха от x это означает так, что у нас при каждом x есть своя матрица, правильно? То есть вот это вот отображение f штриха от x мы берем точку x и в ней считаем матрицу, то тогда у нас получилось бы, что вот такая матрица и это было бы, она бы принадлежала пространству линейных операторов из rm в rm n mn это у нас размерность матрицы и коби то есть вот это вот элемент это матрица и коби значит она элемент пространства размерности mn значит когда мы еще раз ее будем дифференцировать у нас получится ну вот 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 то что я написал а если мы еще раз ее дифференцировать будем то у нас соответственно здесь будет матрица размерность возрастает и все эти объекты делаются не очень обозрительные именно поэтому чтобы не переходить к вот таким вот к таким объектам которые действуют из рм в пространство больших размерностей именно поэтому люди переходят то есть пишут вот это вот здесь про частное производное вообще вторая производная мы сейчас ко второй производной вообще вторая производная это она вот вторая производная F2' штриха это на самом деле билинейная форма то есть на самом деле вот эту вторую производную но это вторая производная это уже будет что-то такое то есть если мы применим F2' к вектору H ну 1 из размерности размерности RM то у нас получится элемент вот эта штука это будет иметь размерность RMN то есть это уже будет матрица M на N а если мы еще раз применим уже к другому вектору такой же размерности то уже вот эта вот величина это будет величина размерности N поэтому на самом деле вот вторые производные вот в таком виде их используют для того чтобы писать вот такие вот штуки писать такие билинейные формы с помощью вот таких сложных линейных отображений так теперь я отвлекусь от сложных конструкций и рассмотрю важный частный случай важный частный случай такой пусть у нас наша функция F имеет вид F от XY пусть она имеет вид Y минус F от X у меня ну то есть у нас на самом деле есть уравнение Y равняется F от X а мы хотим это у нас Y выражено через X да и пусть у нас M равно N еще то есть у нас Y выражен через X а мы хотим взять и выразить X через Y ну то есть как бы рассмотреть попытаться найти обратную функцию к функции обратное отображение к F от X ну с помощью теоремы они явной функции это довольно просто сделать значит у нас по той переменной по которой мы решаем уравнение в данной ситуации это X производная должна быть обратима то есть пусть у нас Y 0 равно F от X 0 это некоторая точка и пусть производная она только по X в точке X 0 обратима тогда мы можем выразить X через Y это прямо вот теорема неявной функции без всяких хитростей ну нужно сказать что пусть эта функция непрерывна и пусть обратная и пусть производная непрерывно тоже зависит от X вот этого непрерывно ну и тогда если у нас есть обратное здесь то тогда если есть обратное отображение к дифференциалу F' от X 0 ну это какая-то матрица якоби да вот мы напишем для F у нас M равно N поэтому это будет квадратная матрица если у нее есть обратная то тогда у нас локально в окрестности точки X 0 Y 0 существует обратная функция то есть в некотором смысле мы же знаем когда у нас в обычных функций существует обратная функция монотонна правда я это вам сколько раз говорил что когда функция монотонна то тогда можно то есть ну там про монотонные функции отдельно к сожалению нам слабо увидеть как это будет выглядеть мне слабо и я верю что всем слабо как это выглядит в двумерном пространстве что означает что у нас есть отображение из двумерного пространства в двумерное и что означает что у него есть обратное что такое монотонная функция Мы взяли график, нарисовали, и у нас получилась монотонная функция. Это видно глазами по графику. Это как бы объект приятный нам и знакомый нам. А здесь он незнакомый. Но зато теорема о неявной функции, ну вот то, что я начал формулировать, что пусть вот это вот, тогда существует g от x. Это и есть в некотором смысле условие существования обратной функции. Это такой аналог тех функций, которые в обычных, то, что я говорю сейчас, это не совсем корректно, но вполне можно это так воспринимать. Вполне можно так воспринимать, потому что монотонная функция, она была монотонной на отрезке сразу. А здесь всё-таки всё локально. Но локально обратимость функции, это почти то же самое, что, ну, гадкой функции. Почти то же самое, что существование, обратимость производной. Ну и если вот эта вот штука существует, то тогда g штрих по... Производная g штрих, ну, оно, естественно, по y, понятное дело, там в точке, ну, y можно написать. И это будет равно вот прямо в точности обратной. То есть производная обратного отображения равно обратной к производному того отображения. Ну и это прямо вот можно взять прямо вот формулу, которая вот здесь вот была написана, вот это вот. Ну, у нас одно из этих производных будет единичный оператор, а другое прямо в точности будет то, что надо. То есть это теорема об обратном отображении. Что если у нас вот всё, что должно быть непрерывно, а должны быть непрерывны, производная должна быть непрерывной, и кроме того, ещё и сама функция должна быть непрерывной, то тогда у нас вот условием естественным существованием обратной функции, и это обратимость дифференциала. Условие существования обратной функции в окрестности точки x0, это существование обратной... Это обратимость дифференциала. И это я сегодня перестану как бы в какой-то момент про это говорить, а потом я начну про это говорить, говорить, и она будет у меня каждый раз. Вот у нас получилось, что это обратим, поэтому и там дальше что-нибудь такое. Последнее, что я скажу перед тем, как я перейду к формуле Тейлора, это будет такая штука. Я всё-таки нарисую один контрпример. Вот я тут говорил, что вот пусть функции непрерывны, непрерывность обязательная вещь. И вот стандартный пример, ну вот пусть у нас есть функция y равно 3x плюс 10x квадрат на синус единица на x. Ну и в нуле ноль, понятное дело. Значит, вот я сейчас график нарисую. Какой график вот такой вот функции? Значит, у неё есть 3x. Вот это вот у меня y равно 3x. Ну а кроме того, ещё вот эту вот штуку нужно нарисовать. Значит, как эта штука выглядит? Это у нас есть две такие параболы. Одна парабола 10x квадрат, а другая парабола минус 10x квадрат. А вот этот синус, который единица на x, он вот так вот колеблется. И мы увидим, смотрите, что производная вот этой функции в нуле, y' в нуле, равно 3. Ну, потому что здесь 10x квадрат в нуле, она будет, это будет очень маленькая величина. То есть, вроде бы обратимая производная, не ноль получилась производная. И тем не менее, если мы посчитаем аккуратненько производную вот этой штуки, ну а производная вот этой штуки, это будет 3 плюс 10x квадрат на косинус, 10x квадрат, нет, будет плюс 20x на синус одной иксовой. Ну, это какое-то маленькое выражение. И плюс будет 10x квадрат, здесь производная будет косинус одной иксовой, и умножить на единицу на x квадрат. Ну, еще минус надо будет поставить. x квадрат сократится, и у нас получится, что производная будет колебаться от 3 плюс 10 до 3 минус 10. Ну, а стало быть, никакой не будет монотонности в окрестности точки 0. Этот пример говорит о следующем, что я так легко говорил о том, что ну, нужно добавить непрерывность, ее не просто нужно добавить, потому что если мы ее не будем добавлять, то у нас сразу же может возникнуть что-нибудь в таком духе. Ну, поскольку здесь, вот в этих вот задачах, и более того, во всех примерах применения теоремы о неявной функции, об обратной функции, там всю лишнюю производную попросить не жалко будет, то я вот так и говорю, что да, там все непрерывно, и все, и проблем нет никаких. Но, тем не менее, если мы откажемся от непрерывности, то у нас сразу же ничего не получится. У нас в точке... А? Нет обратной, да. Потому что она в окрестности 0, она будет при некоторых... Их будет много-много-много промежуточков, где она будет возрастать, и где она будет убывать. Потому что 10 больше 3. То есть это все дело в том, что у нас вот это вот слагаемое всякие, идиотское есть, вот это вот, которое ни к чему не стремится при х, стремящемся к нулю. И поэтому у нас непрерывности в нуле нет. У нас по теореме теоремы, что обратная в принципе она есть? Обратного нету. И теоремы нету, потому что каждый раз, когда я формулировал теорему, я говорил, что непрерывным должна быть не только сама функция f, но и ее производная f' по y. Принципные функции имеют обратную? Нет. Ну потому что монотонная функция, а не монотонная функция, имеет обратную? Обратные имеют только монотонные функции. Вот. Теперь я сейчас буду рассказывать, и не просто буду, а расскажу, про формулу Тейлора и экстремумы функции многих переменных. Про экстремумы функции многих переменных я буду рассказывать потом, а сейчас я буду рассказывать исключительно про формулу Тейлора. И здесь формула Тейлора, она специально так устроена, формула Тейлора, что я, к сожалению, не смогу писать от частных производных, то есть я не умею от частных производных отделаться. то есть я буду брать функцию f, она у нас будет от переменных x1 и так далее, xm, ну или f от x. Это одно и то же. А функция f, она у нас всегда, сейчас, по крайней мере, она будет скалярная. Вот формула Тейлора для скалярной функции. И я буду писать все время для того, чтобы у меня в конце получился красивый ответ такой, чтобы можно было его, ну не то чтобы запомнить вообще, говорят, да. Мне нужны вот будут частные производные, ну как я обозначал, например, производная по переменной xk. Это нормальное обозначение совсем. Или еще, это просто частное производное обычное число, то есть тут нет никаких отображений, хитрых, просто ничего нет такого. Я его же буду обозначать еще вот так. Это вроде как оператор дифференцирования по катой переменной, примененный к функции f. Ну, еще раз, здесь никакого, так сказать, ничего хитрости никаких нет, а просто иногда даже пишут вот эту штуку, пишут просто f, а внизу пишут xk, а штрих не пишут. В разных науках, в равнях частных производных, пишут одно немножко, ну то есть по-разному обозначают. Поэтому я тоже буду иногда обозначать по-разному. Теперь мне, для того, чтобы двигаться дальше, нужна будет теорема, которую я вообще говоря вам уже рассказывал. Теорема такая, что если у нас есть, что d, не знаю, i1, d, i2, f равняется пусть у нас функция f, значит, пусть у нас функция f, f имеет в некоторой области непрерывные частные производные по первой и по второй переменной, неважно, какие номера у них там, по каким-то двум переменам, то эти переменные, то нам все равно, в каком порядке искать эти частные производные. Я, и это доказательство, не слишком громоздкое, я его уже рассказывал. Оно у меня здесь, к лекции, к конспекту, я его еще раз переписал, даже ошибку нашел, опечатку нашел, но я не буду сейчас этого повторять, ну, потому что уже как бы рассказывал. Ну, там на самом деле более сильный факт. Пусть в некоторой точке x, f от x, x это у нас вектор теперь, если у нас в некоторой точке x существуют вот эти вот производные, и эти производные, непрерывные в этой точке, то этого вроде достаточно. Ну, вроде в теореме достаточно, чтобы непрерывные, что если у нас вот эти вот производные непрерывные, то они тогда совпадают. Ну, вроде в теореме так. Но я еще раз говорю, что в этой науке считайте, что есть все эти производные, и такая есть производная, и всякая есть производная, все производные есть, непрерывные, тогда они все замечательным образом перестановочные. и я хотел обратить только внимание на один факт, что когда я говорю о том, что вроде бы у нас вот в этой формуле участвует только производная по какой-то и по какой-то другой, а по остальных переменным вроде бы никак не используется. нет, неправильно. Они неявно, непрерывность используется по всем переменным. Поэтому вот эти производные, они берутся по этому переменной и по этой переменной, но непрерывность предполагается по всем переменным, какие только у нас есть. То есть они не просто висят довесочком так, а они ну как бы должны не развалить непрерывность. это мало ли что там будет, если мы этого специально не потребуем. Теперь я прежде чем писать формулу Тейлера, я напишу такую вещь. Пусть у нас есть функция f и я эту функцию напишу от x1 x2. Для x1 x2 xk то же самое. Я потом напишу, когда их у нас m равняется больше чем 2, а пока для начала пусть их будет 2. И пусть она класса ck, то есть у нее есть k частных производных, то есть мы можем брать и 3 раза продифференцировать по x1, а потом еще k раз продифференцировать k-3 раза по x-2. Ну или сначала, это все равно как. И все производные, все непрерывные. То есть это у нас вот предположение. Теперь пусть у нас есть некая точка x, и я в окрестности точка x, это означает x, которая x1 и x2. И мы дадим приращение нашей функции f, то есть мы возьмем и рассмотрим f от x1 плюс h1 x2 плюс h2. Ну, это то же самое, что вот у нас точка x это вот такое, а h это у нас h1 плюс h2, h1 запятая h2. Ну, вот это у нас f от x плюс h, соответственно. А мы теперь h зафиксируем, x зафиксируем, h у нас пока никуда даже стремиться не будет, просто фиксированный вектор. И теперь мы рассмотрим функцию такую, вот не так, как я написал, а функция у нас будет от переменной t, и она будет равна f от x плюс th. Теперь это у нас будет функция переменной t. Да, я буду предполагать, что у нас вообще эта функция была определена в некоторой области, h такой довольно маленький, так что мы за область не выйдем, и что у нас вообще весь вот этот отрезок, отрезок от точки x до точки x плюс h, что не выйдет из области, и у нас производные там все можно брать. Значит, вот эта вот функция t принадлежит отрезочку 0,1, и это будет обычная скалярная функция. Вот у нас была f скалярная функция, это фиксированные штуки, а вот t, ну переменная t, меняется от 0 до 1. Чему равна производная φ штрих по t? Я это надеюсь, что вы это знаете. Это будет, ну так, я сейчас в разных формах немножко это напишу. Это значит нужно взять вот эту функцию и продифференцировать. Значит, нужно взять сначала вот эту функцию, продифференцировать по x1, ну, в точке x плюс th, в какой она была, в такой и осталась. Помножить на производную от того, что стоит внутри, t на h. Это будет h1, прибавить f штрих по второй переменной и здесь написать и помножить на h2. Ну, потому что вот это вот у нас что такое? Это f от x1 плюс t h1 x2 плюс t на h2. Значит, для того, чтобы вот эту штуку продифференцировать, нам нужно сначала продифференцировать по этой переменной функцию f, это вот у нас, я ее продифференцировал, а потом умножить на производную вот этого уже по t. Это у нас будет h1 множитель вот здесь стоять, а здесь такой же множитель h2. Так вот, то, что здесь написано, оно написано правильно, но имеет вид достаточно громоздкий. И поэтому вот эту штуку я обозначу следующим образом. Вот это у нас есть дифференцирование по первой переменной. Значок, который означает дифференцирование по первой переменной. Значит, дальше у нас стоит, умножается, значит, дальше стоит, применяется к функции f. Ну, какая функция была, так в такой функции и осталось. Потом у нас умножается это все на h1, прибавить d2 на f, это вот значок этот частной производной, на h2. Теперь я сделаю такую совсем левую вещь. Я возьму и функцию f, вот h1 внесу под знак туда к дифференцированию. Это математического смысла в этом нет, это чистое обозначательство. Но зато если обозначательство мы такое возьмем, то у нас получится что такое? d, только такое d, d по dx1 на h1 плюс d по dx2 на h2 и это все применить к функции f. Но если считать, что f это скаляр, то его можно так как бы вынести за скобки. А вот это вот у нас что такое получится? Это у нас получится вектор-градиент, вот у нас был оператор такой, градиент, да, из частных производных. Это будет градиент помножить на h и это применить к функции f. Вот это тот значок, который я хотел получить. вот мне так кажется, что вот такой вот значок он все-таки он может немножко и не такой понятный, как вот то, что я написал здесь, но выглядит уж точно короче. А главное... Ну формально, да, вот у нас написано, вот градиент f помножить на вектор h, ну конечно. То есть f можно внести сюда. Я сейчас станет, как там у Ау Генри говорится, те, кто досидит до конца рассказ, поймет, зачем я в самом начале это все делал. Теперь давайте посчитаем, чем уравняется φ2' от t. φ2' мы возьмем и начнем дифференцировать, значит нам нужно будет продифференцировать вот это вот по первой переменной умножить на h1, вот это вот по второй переменной умножить на h2, потом прибавить вот это и получится длинная-длинная формула. Я ее даже не буду переписывать. Здесь она у меня написана, а я ее даже не буду переписывать. А напишу я вместо этого дельта на h в квадрате примененная к f. Еще раз, то есть как только мы ее продифференцировали второй раз, то у нас просто вот здесь возник квадрат. Но при этом понятное дело, что когда мы возводим дельта 1 в квадрат, значит у нас получается два раза продифференцировали по первой переменной. Ну ладно, я все-таки попробую написать, что это такое. Это значит, что нужно взять частную производную по первой переменной два раза от функции f и помножить на h1 квадрат. Потом два раза смешанная производная по первой переменной и по второй от f помножить на h1 h2. И если мы два раза продифференцируем функцию f по второй переменной и на h2 в квадрате, это просто нужно взять вот то, что мы написали вот здесь и продифференцировать еще раз. А вот эта формула, она выглядит по крайней мере красиво. Вот если бы мы букву f внесли бы сюда сразу, то мы не могли бы потом в квадрат возводить. f-тов. Ну я серьезно, я как бы сам над этим с одной стороны хихик, а с другой стороны формулы получаются вполне себе читабельные такие. И более того, если мы возьмем если мы возьмем и напишем f поэту производной, то это получится вот этот самый Лаплас на h в пэтой степени на f. Прямо вот такая формула для пэтой производной. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что вот я говорил слова всякие про перемену операторов дифференцирования, это как формула бинома Ньютона. Здесь-то у нас чистый бином Ньютона, настоящий получается. А если вы будете писать бином Ньютона для некоммутирующих групп, то никакого бинома Ньютона у вас не получится. Потому что там получится и А, Б отдельно, и Б, А отдельно. А здесь нет, здесь получается настоящий бином Ньютона именно в силу того, что производные, частные производные по разным переменам, они перестановочные. И это нам дает возможность ну как бы двигаться дальше. Значит, тот факт, что у меня там написаны были слова Х1, Х2, потому что часть формул, ну я писал так. Это все как бы пустое. Ясное дело, что в этой формуле уже двойка давно утеряна. Нет здесь никакой двойки. И ясное дело, что если бы у нас была функция от трех переменных, получилось бы ну прямо вот в точности то же самое. Ну только это будет не бином Ньютона, соответственно, не знаю, как есть ли у него специальное название. Здесь бином, потому что у нас две переменных Х1 и Х2. А здесь ну нужно будет взять, развести вот этот вектор, который тут получится, соответственно, в эту степень. Теперь, да, еще раз, это просто форма записи, которая позволяет вот такое вот считать. ну а теперь, соответственно, если у нас функция от m переменных, то есть если m не равняется двум, так сказать, то есть бинома никакого не будет, то тогда у нас функция φ в этой степени будет равно, ну нет, здесь будет та же самая формула, и те из вас, кто будет, пойдет на всякие тензорные анализы, там будет считать всякие штучки с тензорами, будут знать, что если у нас в сумме есть два раза один и тот же индекс используется, причем этот индекс в один раз стоит сверху, а другой раз снизу, то это означает, что по этому индексу производится суммирование. Я сейчас абсолютно не шучу, есть куча, то есть это прямо вот люди пишут настолько сложные громоздкие формулы, что без этого совсем она труба, и по этому поводу, ну, вот понятное дело, мы можем взять вот эту вот штучку и раскрыть формулу, которая здесь, то есть у нас что означает вот раскрыть эту формулу, это значит, что это у нас будет сумма по И равного единице до М, здесь у нас будет стоять HИТ на ДИТ, ДИТ это, соответственно, оператор дифференцирования по ИТ-переменной, а, это М, крикозяблек, вот, это, соответственно, сумма в ПТ-степени, это я вот просто взял и переписал сюда, это КФ, и тогда вот эту вот штучку пишут так, что это есть H в степени И1, H и так далее, H в степени ИП, Д, И1, ИП, а здесь F, я даже напишу Х плюс TH, я тут в какой-то момент перестал писать и от Х плюс TH, но это как бы правильно, и вот это вот, то, что здесь написано, у нас здесь, так как каждый индекс, он входит один раз сверху, один раз снизу, то это означает, что по этим индексам происходит суммирование, ну а то, что вот вот это вот равно сумме вот этих, и я скажу так, так тоже пишут, мне нравится вот такая формула, я понимаю, что как только вы попытаетесь взять какую-нибудь конкретную функцию F, и начнете ее просто, ну, обычным образом раскрывать, то вам все равно придется писать формулы с этими самыми частными производными, ну, по крайней мере, уж в теоретических конструкциях хоть можно писать формулы простые относительно. Теперь мы перейдем к формуле Тейлора. А, и прям формулу не писать. Можно, ну, там обычно такие задачи бывают, что там как-то возникает необходимость такая. Теперь мы сформулируем теорему. Теорема будет про формулу Тейлора. Пусть у нас F определено в окрестности некоторой точки Х, и это скалярная функция. И пусть оно у нас АУ это, соответственно, окрестность это все у нас под множество РМ. то есть функция от М переменных. И пусть у нас функция F я не знаю где, но я напишу, что она К раз непрерывно дифференцируема. А где она непрерывно дифференцируема? Ну, например, вот в этой окрестности. Пока все, что мы знаем, да. и пусть у нас еще отрезок H, ну, такое маленькое, ну, что мы влезем в эту окрестность, так, чтобы отрезок от Х до Х плюс H, он целиком и полностью лежал вот в области определения функции F. тогда из этого следует что F от Х плюс H минус F от Х равно сумма по L равного единице до К минус 1 единица делить на L факториал Ну, дальше я напишу некую вещь, которую можно наверное в общем это у нас остаточный член от Х и равен он, я его напишу в интегральной форме, нуля до единицы единицы минус Т в степени К здесь К минус 1 факториал здесь дельта H в степени К А она в общем здесь будет стоять вот здесь у нас К здесь Х плюс TH и на dt значит вот эта вот форма интегральная форма остаточного члена я когда-то когда рассказывал вам про интегрирование по частям и там была формула Тейлора я вот там вот такую формулу с такого типа остаточным членом я рассказывал ну теперь мы возьмем функцию нашу которая фи от Т и для этой функции фи от Т напишем формулу Тейлора это у нас обычная функция скалярная значит она у нас будет равна фи от нуля плюс фи штрих от нуля делить на один факториал умножить на Т плюс ну и так далее плюс фи К минус первая производная от нуля делить на К минус один факториал Т в степени К минус один и плюс интегральный член Т минус Тау в степени К делить на К минус один факториал фи в степени К производная Тау Д Тау и это вот то что я вам говорил что я тут отыграл от нуля до Т и это вот та формула которую я вам рассказывал как взять вот функцию а потом так предположить непрерывность и так по частям раз два три и прям сразу получалась вот такая красота и из этой формулы ну теперь мы возьмем вот эту формулу и подставим в эту формулу наши фи которые мы нашли вот прям та функция фи которую я писал вон она там написана фи от Т равно Ф от Х плюс Т ну и у нас получится в точности из вот этой формулы которую мы уже предполагаем известной из вот этой формулы получается в точности вот та формула которая здесь написана ну только нужно наверное положить в точку Т равную единице наверное положить вот ну вот эта вот формула для остаточного члена ну ее в таком виде ну она там как-то автоматически получается в таком виде но например ее можно переписать в виде формулы Лагранжа это будет прямо вот единица на к факториал тут к факториал вылезет в результате интегрирования на дельта h в катой и на f вот в некоторые промежуточные точки x плюс t это h ну или можно в формуле пиано тогда cк даже немножко лишнее ну это вот вот то что я вот здесь вот написал и это есть формула тейлора для функций многих переменных ну я конечно может быть можно было бы или может даже нужно было бы взять какую-нибудь конкретную функцию и разложить ее в ряд но я этого делать не буду я надеюсь что вы на семинаре это с чем-то попробуйте вообще конечно ничего удивительного нет что функции многих переменных раскладываются по формуле тейла ну потому что была у нас какая-нибудь функция я не знаю я сейчас напишу ну какой-нибудь синус x на косинус y или синус x плюс y ну что-то такое естественное что мы представлять можем представить себе как функцию от x и от y понятное дело что мы можем взять ее так вот поразлагать все у нас будут все многочленные многочленные по x и по y и в результате у нас получится многочлен от x а и y а это и есть формула t что я сегодня рассказал я сегодня рассказал вам ну как бы два кусочка первый кусочек я рассказывал почему такая замечательная функция неявная функция и вот ну про нее что-то такое совсем чуть-чуть говорил а потом я рассказал про обратную функцию про то что она очень хорошо к обратной функции прилагается а потом сказал что теперь мы сейчас с вами будем писать в странном виде будем писать формулу тейлора и написал формулу тейлор вот она написана ну вот в таком довольно уродском виде на следующей лекции я буду рассказывать вам про экстремумы функций одной переменной и вот эти вот экстремумы они будут опираться прямо они будут следовать из формулы тейлора точно так же как формула тейлора для обычных функций из нее следовали экстремумы точно то же самое будет и здесь у меня есть куча красивых картинок в конспекте но я их нарисовать не смогу их у меня программа маппл умело нарисовала они цветные широкоэкранные картинки их можно что ну можно распечатывать так помахивать отсюда в гостерее хорошее вот все все и